Нашатырный спирт для рассады томата. Томат – один из представителей семейства посленовой, который считается как многолетним, так и однолетним растением. Несмотря на наличие вариативности в выращивании, его чаще всего садят на один год, после чего убирают и готовят грунт для нового сезона. Далее в тексте будут представлены причины введения азот, содержащего удобрения вместо произрастания овощей из семейств посленовых. Перечных и тыквенных и варианты их подкормки для получения богатого урожая. Об подкармливании нашатырным спиртом. Для получения хорошего урожая, как в отрытом грунте, так и в теплице, стоит использовать удобрения. Для наглядности будет приведена информация, как использовать нашатырный спирт для рассады томатов, огурцов и перцев, для чего нужен. И в чем заключается его польза для вышеупомянутых растений. Подкармливы томаты нашатырным спиртом. Достоинство нашатырного спирта – аммиачный раствор или нашаты – необходим растениям в первые недели после посадки в открытый грунт, так как именно в это время азот, которым богат раствор, помогает саженцам окрепнуть и быстрее. Расти – формируя не только развитую корневую систему, но и обильную лиственную массу. Помимо подкормки, нашаты действуют в виде защиты, оберегая саженцы от вредителей и болезнетворных бактерий. В ряды недостатков стоит включить обязательное соблюдение концентрации вещества в процессе использования принятия защитных мер. В избежание нанесения вреда здоровью человек и растения. Полезно. Наряду с другими азотосодержащими удобрениями аммиачный раствор занимает лидирующую позицию, имея 82% содержания пниктогена, в отличие от мочевины, в которой содержится только 46% указанного микроэлемента. Причины использования нашатыря на огороде. Нашатырный спирт как удобрение. Среди поводов применения аммиака при подкормке помидорчика стоит отметить хрупкость стеблевой системы. Плодоносящие стебли сгибаются под тяжестью плодов, впоследствии ломаясь изменения цвета листьев и ствола. Зеленый окрас заменяется. Желтым. Запоздание. В развитии лиственного покрова зеленая масса имеет маленькие размеры и деформируется, скручиваясь в трубочку. Азотное голодание. Деградация. Замедляется или останавливается рост томатного куста. Периоды внесения удобрения СН2. Существует несколько стадий в жизни саженца, когда его необходимо подкармливать азотом, предпосадочной перед тем, как рассаживать. Семена в грунте. Их обрабатывают в концентрированном 1% растворе аммиака, чтобы снизить риск заражения заболеваниями и увеличить процент первых всходов. Адаптационное. Через 7 дней после того, как произведена высадка кустов в открытый грунт, необходимо ввести удобрения, чтобы саженцы быстрее освоились в новых условиях и начали бурно расти. Для проведения процедуры подкормки рекомендовано дождаться 4 взрослых листьев и после их появления приготовить удобрения, растворяя на ведро воды 20 мл гидроксида аммония, влить по 3 столовые ложки под корень каждого куста. Цветение и плодоношение. Процесс подкормки осуществляется 2 раза за период с перерывом в 10-18 дней. Во время проведения процедуры используется смесь из 54 мл аммиака и 10 л чистой воды. Можно использовать дождевую или комнатной температуры, заранее отстоявшуюся. После получения раствора им опрыскивают томатные кусты, распределяя 10 л на 10 кустов. После внесения иногородники советуют добавить в грунт фосфор калий для возвращения баланса микроэлементов. При дефиците азота в почве необходимо растворить около 2,5 флаконов аммиака в среднем ведре воды. Аммиак полезны и советы. В случае введения айн в виде удобрений необходимо, чтобы почва была нейтральной, так как в кислом грунте он плохо усваивается растениями, недостаток этого микроэлемента может привести к нежелательным последствиям. Если почва кислая, а азот растениям необходим, то в грунт добавляют известь для нейтрализации. Помимо раствора аммиака, можно использовать сухую траву и опилки в качестве поставщика азота. Последние удобрения также можно применять В качестве мульчи только заранее его необходимо просушить на солнце, чтобы устранить насекомых и бактерии. Подкормка огурцов Прежде чем подкармливать представителя семейства тыквенных, желательно обнаружить следующие причины, необходимые для проведения процедуры. Вялость стеблевой системы, деформация и изменение пигментации лиственного покрова, отсутствие завязей, замедление роста, плохое цветение. Подкормка огурцов Подкормка огурцов нашатырным спиртом В случае наличия всех перечисленных признаков рекомендовано применить один из трех или все вместе. Варианты подкормки Корневой поливать под корень Вне корневой производить Опрыскивание огуречной Рассадой Тактильной протирать Каждый листок влажной тканью Все три варианта подкорма требуют соблюдения дозировки на 1 литр H2O1 мл раствора гидроксида аммония. На начальном этапе обработки рекомендовано применять минимальную концентрацию вещества при последующих сеансах увеличивать. Важно! Подкорм культуры нашатырным спиртом желательно проводить в хорошо проветриваемом помещении и в защищающей кожу и дыхательной пути одежде. Тактильная подкормка огурцов Время проведения подкорма удобрять огурцы рекомендовано на ниже указанных стадиях после появления на Рассаде первых взрослых листков 50 мл на 10 л воды через 14 дней после пикировки в открытый грунт молодых кустов 90 мл на 10 ИО воды перед вегетационным периодом 45 мл на 10 л воды или смесь из нашатырного спирта, жидкого мыла и H2O в соотношении 10 грамм. 10 мл 5 листов Несмотря на существование строгих временных рамок, желательно проводить процедуру до 6 раз за месяц. Правила дозирования В процессе приготовления удобрения для первого воздушного подкорма необходимо растворить в 10 л воды 36 мл спиртового раствора. Тщательно перемешать и рассить каждый куст с расчетом 1 л смеси на одно растение. Главная правильная дозировка для полива – растворить в ведре воды 50 мл аммиака перемешать, полить под корень подкормка перцев. Для проведения процедуры подкорма и достижения нужного эффекта необходимо следовать ниже указанным правилам посадить перцы в открытый грунт. Подождать 2-3 суток, чтобы саженец адаптировался, взять флакон с нашатырным спиртом, развести всю жидкость имеющуюся в емкости 3,5 стакана. Л – на 10 л воды, тщательно перемешать, полить растение H20 и подрыхлить грунт, пропуская воду и воздух корням, вылить часть раствора под корень растения для обогащения и защиты от вредителей, распределяя по 0,5 л на 1 экземпляр, оставшейся жидкостью полить. 1. Землю вокруг растения, снизив риск нанесения вреда кусту со стороны насекомых. 2. После внесения первого подкорма подождать 2 недели, приготовить удобрение для ускоренного развития корней, растворить в 5 л воды 10 грамм. 3. Сахар и пачку дрожжей дать настояться в течение 180 минут и внести под корень. Подкормка перцев Время подкормки – главный период внесения удобрения вместо произрастания перцев вегетативной, так как именно во время цветения и плодоношения рассада особо нуждается в питательных элементах. Для того, чтобы обогатить грунт и подкормить растения, необходимо добавить в почву смеси с 20 грамм аммиачной селитры, разведенной в 10 л воды, 45 грамм фосфора, 25 города калия или комплексное удобрение азофоска. Помимо минерального комплекса, в процессе подкармливания необходимо применять органику в виде коровьего навоза, разведенного в воде. Пропорция 1 кг к 8 литрам или птичьего помета в пропорции 1 кг к 15 литрам. Последний вид удобрения вводится через полторы недели после первого. Помимо вегетативного периода, проходящего в июне-июле, рекомендовано вносить дополнительное питание в период активного плодоношения в августе. Именно в это время овощная культура нуждается в фосфорном удобрении, которое разводится в соотношении 40 грамм. На среднее ведро воды – полезно. Чтобы сохранить завязи и получить большой урожай, достаточно до полудня встряхивать ветви, опыляя их, но не ломая. На 2 сутки поливать можно только те растения, которые были перевезены из домашних условий. В случае покупки саженцев их удобрять можно только после полного укоренения, через 7-14 дней. Перед подкормкой томатов аммиаком всегда нужно полить рассаду, чтобы не навредить ей. Ввод химического азота содержащего удобрения может вызвать ожог корней. В случае соблюдения правил растения получат удобрение в безопасной для него концентрации. Рецепты подкормки рассады томатов Чтобы понять, как использовать нашатырь для рассады помидоров и приготовить удобрение на его основе, рассмотрим несколько способов. Рецепт номер 1 Улучшение адаптационных качеств Чтобы растение было более выносливо к погодным условиям, необходимо развести на 1 литр воды 3 стакана. Л-10% раствора гидроксида аммония или нашатыря Указанная дозировка рассчитана для обработки одного куста, опрыскать растение и ждать результата. Гидроксид аммония важно. Применять удобрение рекомендуется через 2 недели после пикировки и саженца в открытый грунт, чтобы он успел адаптироваться к новым погодным условиям. Рецепт номер 2 Стимуляция роста и созревания Для того, чтобы получить большие и спелые плоды, необходимо растворить в 10 литрах воды 10 мл. 10% аммиачного раствора яблочной эссенции и 10 г. Хозяйственного мыла Полученную смесь тщательно перемешать, опрыскать из пульверизатора будущие плоды. Рецепт номер 3 Устранение вредителей Чтобы снизить уровень заражения различными заболеваниями и защитить растение от вредителей, необходимо Развести в ведре воды смесь из хозяйственного мыла и 10 мл. аммиака для рассады помидор Тщательно перемешать, опрыскивать все зараженные кусты Раствором нужно опрыскивать все зараженные кусты или использовать другой вариант – растворить в 5 литрах жидкости 2 стакана Лист нашатыря Опрыскать замеченные ранее муравейники Чтобы представитель посленовых легко перенес переезд в новый дом и быстро адаптировался к новым условиям, садоводы советуют развести На 1 литр жидкости 180 мл молока и 5 капель йоды тщательно перемешать После получения раствора произвести орошение стеблевой и лиственной системы растения Процедуру желательно проводить в прохладное пасмурное время суток Для кормления корней необходимо растворить в 10 литров воды 10 грамм йода и полить полученным раствором каждый куст, распределяя 500 мл на 1 экземпляр Осуществлять полив желательно перед восходом солнца или после его захода Важно! В процессе подкормки йодом или нашатырем нужно обязательно соблюдать дозировку и концентрацию, чтобы не нанести вред здоровью посленно Подводя итог, стоит отметить, что были рассмотрены не только причины, которые могут потребовать применения нашатырного спирта для Рассады томатов, перцев и огурцов, но и рецепты, позволяющие в нужных пропорциях приготовить удобрения и использовать для подкормки овощных культур Напоследок стоит сказать, что правильная дозировка удобрений позволит не только сохранить здоровые и сильные плодоносы, но и получить большой урожай 0.0 в от артикле ратинг